А я папина и мамина. А ты кого больше любишь, папу или маму? Я больше всех люблю Сталина. Трудовые успехи нельзя повысить без агитационной пропаганды. Понятно? Я тебе говорю, голубев, нельзя недооценивать наглядную агитацию. Иван Николаевич, я сомневаюсь, что эта агитация на кого-нибудь действует. Ты что, спьян у меня перегрестил? Слушай! И не сомневайся, я выполняю указания. Учти, я тебя отсюда насквозь вижу. В какой руке у тебя бутылка? Ну что, Николаевич, да нет у меня никакой бутылки. Как будто бы я тебя не знаю. Вот кулакаешь, а молоко сдаешь с пониженным процентом жирности. Слушай, не повысишь жирность молока, голову сниму. Ты меня знаешь, понял? До свидания. Капитана Милягу. Товарищ капитан, это вас. Алло, капитан Миляга слушает. Здравия желаю, товарищ капитан Борисов. Товарищ капитан, приглашаю тебя в воскресенье в 6 утра на рыбалку в запретную зону. Мероприятие организовывает полковник Дрынов. Генерал. Ох, извините, товарищ генерал. Там, наверное, рыбы полно. Он отвезет нас в такие места, где без специального пропуска не пускают. Итак, в воскресенье в 6 утра добро? Отлично. В воскресенье в 6 часов договорились. Будьте здоровы. Вот видишь, пока я на рыбалке, тебе уже в живых не буду. Волка, что Борисов сказал насчет жирности молока? Сколько у нас? 3,5%. Сделай 4. Как же я сделаю? Я же не корова. Ты не корова, ты щитовод. И поэтому отчеты надо уметь округлять. Ты с ума спятил, Тимофеевич. Это же приписка. За это посодят? Если припишешь, может быть и посодят. А если не припишешь, то точно посодят.